Друзья, привет! Сегодня такое небольшое видео будет на тему «Сделай сам», точнее, как устроен биогазовый реактор. А то мне часто задают вопрос, люди не понимают всё-таки, как идёт принцип, принцип сообщающихся сосудов, как не выходит газ из отверстий каких-то. Ну, в общем, схематично. За основу я беру бочку. В моём случае это бочка на 227 литров, обычная пластиковая. Чуть ниже половины делаю вот, через манжету. Манжета обычная, резиновая, продаётся в сантехнических магазинах. Вот эта канализационная труба. Чем больше диаметр, тем лучше. Дело в том, что сюда вы заливаете свежее сырьё, свежее питание для бактерий. Могут быть крупные комки, и всё же будет сложно проходить. Поэтому, если диаметр там идёт, ну, сантиметров 10, то уже, как бы, это самая раз 110-120. Но даже для небольших бочек это очень оптимально. Выхода газа здесь практически не будет. Ну, что там вот в этом вот столбе, сколько там будет на уровне, ну, немного абсолютно потеряете. Дальше. Уровень. Заливаю. Вот приблизительно вот так. Где-то не доливаю до верха, наверное, третью часть от объёма. Почему так? Дело в том, что обязательно должна быть вот такая вот газовая прослойка. Потому что здесь будет скапливаться газ. И если вы будете вот до верха заливать, мало ли где-то пойдёт пена. Она может просто войти через газоотводную трубку. Вот газоотводная трубка. Дальше. Сливная горловина. Сливная горловина тоже чуть ниже середины. Ну, где-то сантиметров, наверное, 20 от дна. Делать можно небольшого диаметра. Дело в том, что отработанное сырьё уже становится очень жидкое. Твёрдых отходов там никаких нету. И поэтому это всё очень хорошо сливается. Так. Делаю до уровня. Трубу отмеряю тоже до высоты где-то одна треть. Почему? Смотрите. Когда мы сюда заливаем свежее сырьё. Вот оно уже зашло. Распределяется. Здесь начинает расти объём. Уровень-то, точнее. Всё лишнее по принципу сообщающихся сосудов. Доходит вот здесь. У меня стоит уровень. Ну, здесь чуть-чуть повыше. И вот так. Вот. Ну, думаю, понятно. Смотрите. Вот здесь один уровень. И вот здесь один уровень. И вот в этой трубе один уровень. Когда мы заливаем, соответственно, мы повышаем уровень вот здесь. Повышается уровень вот здесь. Здесь выходить неоткуда. Здесь выходить неоткуда. Всё лишнее выходит вот здесь. Это отработка выходит. К поводу отработки. На дне. На дне абсолютно не скапливается никакого твёрдого осадка. Потому что вся вот эта вот биомасса в реакторе у меня перемешивается. Как происходит перемешивание? Вот здесь делаю врезку через резиновую прокладку. И на конце прикручиваю американку. Трубу использую 16-ю. К американке её, соответственно, привариваю. Труба входит в субстрат. Насколько она входит, абсолютно не важно. Главное, чтобы она была в субстрате. Если здесь будет выходить какой-то газ, его будет совсем мало. Потому что уровень у нас вот такой. И здесь непосредственно поверхность. Самая большая поверхность с субстратом. Поверхность зеркала большая. И весь основной газ будет вот здесь. Затраты на утерю газа вот здесь, здесь и здесь минимальными. В принципе, можно пренебречь. Дальше проходит шпилька. Шпильку использую десятку. Она идёт так. На конце одел подшипник. И с обоих сторон гайкой прикручиваю. Здесь. Эх, сейчас. Резкость. Здесь гайка и здесь гайка. Так. У меня прикручиваем подшипник. Из дерева, желательно смолистых пород. Можете там и лиственницу использовать, либо ёлку. Делается обычная крестовина. Вот такая. Далее посередине выбираю под диаметр подшипника. И чтобы он полностью туда утопился. И потом её саморезами, например, прихватываю. Чтобы просто не вылетело. Ну, в принципе, здесь вылетать не будет. Потому что всё-таки вес шпильки давит. И дальше уже, когда вращаем мы вот эту мешалку, непосредственно упирается в подшипник. А подшипник на крестовину. Дно таким образом не продырявится. Как сделаны лопатки? Лопатки идут вот так. Не забываем, что вот тут у нас трубка заканчивается. Обычные распорки сделаю. Не распорки, а планки. Беру тонкую трубу. Распиливаю её вдоль. Ну, вот. Вот так труба. Если сбоку смотреть. Вдоль её болгаркой разрезаю. Получается две лопасти. Одна вот здесь. Прикручивается. Может даже до верха. И вот здесь вторая. Таким образом. Мы когда всё это дело вращаем ручку. Перемешиваем. Всё, что заходит вот здесь, с этой стороны. Свежего, собственно. Перемешивается по ёмкости. Всё переработанное выходит здесь. Очень часто при сливе отработанного, видно, бывают чёрные такие чешуйки. Это если были какие-то косточки там от плодовых деревьев. Внутри всё перерабатывается. Остаётся только шелуха. Она выходит вот здесь со всем субстратом. И ничего не остаётся. Вся вот эта вот жижа, она распределена по объёму. Газ уходит вот здесь. И дальше уже там на газгольдер он пошёл. В принципе, здесь ничего сложного нет. Поэтому, если будут вопросы, тоже пишите. Задавайте, комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»